Сегодня, 8 июля, состоялось еженедельное совещание с начальниками отделов администрации и руководителями городских служб под председательством главы администрации Игоря Ральникова. Участники совещания представили главе администрации отчёты выполнения поручений с прошлого совещания. Город продолжает готовиться к спортивным соревнованиям на призы губернатора. Полным ходом идёт подготовка площадок для установки контейнеров под крупногабаритные отходы. Они будут установлены по следующим адресам – улица Клубная, 8А, улица Вологодская, дом 9, улица Вологодская, дом 51, улица Октябрьской революции, 15, улица Молодёжная, 14, перекрёсток улиц Комсомольская и 8 Марта, улица 1917 года, дом 1, улица 10 годовщины октября, между домами 45 и 47, улица Республиканская, дом 5, улица Ленских событий, дом 57, улица Третьего интернационала, парк «Пришкольник», улица Гединского, дом 17, перекрёсток улиц Энгельса и Мичурина, улица Октябрьской революции, дом 233, перекрёсток улиц Ленина и Советская. 5 июля был заключён муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Агеевым на ремонт пожарных водоёмов. В срок до 31 августа работы должны быть выполнены. Первый заместитель главы администрации Роман Косарев доложил, что подготовка к отопительному сезону, в частности домов, расположенных на территории войсковых частей, идёт согласно плану мероприятий. Игорь Ральников обозначил следующее поручение – произвести окос на Аллее Победы, ликвидировать свалку за железнодорожным переездом на Саламу, тщательным образом подготовить проектно-сметную документацию по ремонту улиц 1 мая и Октябрьской революции. На совещании была представлена информация об оперативной обстановке на территории городского округа город Буй. По сообщению Межмуниципального отдела МВД России Буй, всего зарегистрировано 129 обращений граждан, из них о происшествиях 19. Зарегистрировано 7 краж, 7 фактов причинения телесных повреждений, констатировано 4 некриминальные смерти, 1 без вести пропавший найден, 1 дорожно-транспортное происшествие. По административной практике составлено 182 протокола, в том числе 48 за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах. По линии ГИБДД – 102. Задержано два пьяных водителя. По сообщению предприятия Тепловодоканал, на подачу горячей воды в городе работают две котельные – Первая Квартальная и Химзаводская. Котельная ЦРБ закрыта на ремонт. Ведутся работы по замене труб. На минувшей неделе проводился окос травы от 37-й школы Дубуйского техникума железнодорожного транспорта. На этой неделе предстоит окосить территорию от 2-й квартальной котельной до флагмана. По водопроводно-канализационному хозяйству занимались прочисткой самотечной канализации по адресам Социализма 25, Островского 12, Карла Маркса 27. В районе Валика работы ведутся в настоящее время. До сих пор идут работы и по замене водопровода по улице Октябрьской революции и улице 1905 года. Цветность воды в реке на сегодняшний день составляет 73 градуса. В город подается вода – 40 градусов цветности. Управляющая компания «Вира» сообщила о 60 заявках в аварийно-диспетчерскую службу. Все они выполнены. Промыты системы отопления в 46 многоквартирных домах. В отдел городского хозяйства передано 49 паспортов готовности. Выполнен текущий ремонт по следующим адресам. Пролетариата 22, Островского 2, 10-й годовщины октября 19, Островского 11, Максима Горького 27. Завершены работы по инженерным сетям по адресу улица 1 мая 17. По работе с должниками в адрес граждан направлено 37 претензий на сумму 853 тысячи рублей. Составлено три соглашения о рассрочке. У двух потребителей отключили электроэнергию. От приставов поступило 134 тысячи рублей. По сообщению управляющей компании РЭК, в аварийно-диспетчерскую службу поступило 8 заявок. Системы отопления промыты в двух домах. Организация занималась выполнением текущей работы. По работе с должниками в адрес неплательщиков было направлено 4 претензии. По работе с должниками в адрес неплательщиков было отправлено 4 претензии. По словам главного врача ЦРБ Светланы Смирновой, заболеваемость на территории города снизилась. Установлен 521 факт укуса клещом. Среди них 9 клещей энцефалитных. Заместитель начальника отдела образования Елена Смирнова проинформировала о том, что все выпускные балы в городе проведены. Все выпускники получили аттестаты. Трое девятиклассников осенью будут пересдавать ГИА. О новостях культуры, молодежи и спорта рассказала начальник отдела Светлана Муравьева. Субтитры создавал DimaTorzok